В преддверии наступающего праздника, Дня защитника Отечества, между силовыми структурами Торжка прошли соревнования по стрельбам. Кто же оказался самым метким, вы узнаете, посмотрев наш следующий сюжет. В состязании меткости принимали участие силовые структуры Торжка. Войсковая вертолетная часть, исправительная колония номер 4, отдел МВД России Торжокский и железнодорожный батальон. Итого четыре команды, от каждой по три человека. В состав каждой вошли самые лучшие и достойные. Мы выбраны те, которые на протяжении года при проведении проверок и сдачи зачетов показали наибольший результат. Мы те организации, которым между собой делить нечего. Мы должны жить, работать дружно, согласованно по всем направлениям. В преддверии праздника Дня защитника Отечества поздравить всех, все мужское население, ну и не только тех, даже тех женщин, которые служат в тех или иных организациях, которые носят погоны и занимаются обеспечением безопасности нашей страны. Как в мирное время, так и при введении тех или иных действий. Идея возобновления подобных соревнований родилась в коллективе межмуниципального отдела МВД России Торжокский. С большой охоты на нее откликнулись остальные силовые структуры города. Было принято такое решение, а почему бы не возобновить традиции в целях укрепления взаимодействия, установления каких-то дружеских отношений между личным составом наших подразделений. И вот воплотили это, можно говорить так, мечту в реальность. Личный состав отнесся именно с задором, с интересом к проведению данных соревнований. Тем более, мы такие соревнования за последнее время проводим впервые, поэтому интересно посмотреть, как подготовлены и военнослужащие, так и сотрудники ВСИН и полиции. В преддверии наступающего праздника, Дня защитников общества, я считаю, что это праздник прежде всего всего народа. Все мы в свое время, кто-то защищал, кто-то сейчас защищает, кто-то будет в будущем защищать нашу страну. Поэтому самое главное, наверное, пожелаю всем жителям нашего славного города и района благополучия, мирного неба над головой. Ну и пускай дома всегда царит мир, уют, доброта. Всех с праздником! Трельба из стабильного оружия, пистолета Макарова. Расстояние до мишени 10 метров. 4 патрона в обойме. 20 секунд на выполнение задания. С такой установкой каждый участник выходит на огневой рубеж. По итогам соревнований первое место в командном первенстве завоевали сотрудники межмуниципального отдела МВД России Торжокский, набрав 39 очков. Второе место досталось исправительной колонии номер 4 с результатом 38 очков. Почетное третье место у вертолетной части. Второе место в личном первенстве занял майор внутренней службы Беляков Андрей. А почетное первое место занял старшина полиции Рутюнян Эдуард. На службе он с 2004 года. Как признается, хорошо стрелять начал еще в армии. Оттачивает мастерство каждую среду на полигоне вместе с сотрудниками межмуниципального отдела МВД России Торжокский. Я честно к этому с вчерашнего дня готовился. Очень переживал это все. Ну и не хотел подвести руководство свое. Я очень переживаю за такие мероприятия, как бы ответственно отношусь к ним. Я не подвел руководство и сам доказал себе, что я умею стрелять.